Евангелие от Луки, двадцать третья глава Пилат, услышав о Галилее, спросил, — разве он галилеянин? И, узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо. И предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же созвал первосвященников и начальников и народ, сказал им, «Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу». А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать, «Смерть ему! Отпусти нам Варраву!» А Варрава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали, «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. И превозмог крик их и первосвященников, и Пилат решил быть по прошению их. И отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса... И когда повели его, то захвативши некоего Симона, Кириньянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народов и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Чери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные, и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас, и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Велись с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же». И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Вспомни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. И Иисус, возгласив громким голосом, сказал, «Отче, в руки твои предаю дух мой». И, сказав это, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал, «Истинно человек этот был праведник». И весь народ, сшедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же, знавшие его, и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствие Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисуса. И, сняв его, обвил плащаницею, положил его во гробе, высеченном скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Продолжение следует...